Если ты решил переехать в Турцию, то вероятнее всего тебе понадобится банковская карта местного банка. Особенно если ты после получения первичного ВНЖ будешь его продлевать. Так как же ее получить? В этом видео мы расскажем тебе все трудности возникающие иностранца при попытке заполучить заветную карту и как их преодолеть. Ты на канале Turki Space, меня зовут Владимир. Я Олеся. Погнали! Если у тебя нет ВНЖ, то шанса получить банковскую карту у тебя меньше, но это не значит, что его совсем нет. Возьми свой загранпаспорт, турецкий номер телефона и турецкий ИНН. Как оформить ИНН, кстати, можешь посмотреть вот здесь вот видео. В Турции три банка работают с иностранцами. Это Ишбанк, Денисбанк и Зиратбанк. Выбирай один из трех и иди в поход. Вот. Запасись терпением, потому что во время первого посещения одного из этих банков ты, вероятнее всего, получишь отказ. Может потребоваться потратить не один день на выполнение этой задачи. Но если получишь отказ в одном отделении банка, то это совсем не значит, что получишь отказ в другом отделении этого же самого банка. Что могут потребовать от тебя в банке? Депозит. В той сумме, которую захочет менеджер. Да, такие реалии. Суммы могут быть разные. От 10 тысяч литров до 5 тысяч долларов. Установленного лимита нет. Все зависит от конкретного менеджера в конкретном отделении банка. И его настроение. Квитанции коммунальных платежей, оформленные на твое имя. И договор аренды квартиры. Если у тебя уже есть ВНЖ, то ситуация сильно не меняется. Точно так же легко можешь получить отказ или требование внесения депозитов. Депозит, как правило, морозится на счету от 1 до 3 месяцев. После этими деньгами ты можешь пользоваться. У нас, например, в Ижбанке при первом посещении уже с наличием ВНЖ был отказ в связи с пропиской не в том районе, в котором находится отделение банка. А при второй попытке, когда мы уже сменили прописку, нашлось уже у работника аж две причины. Первая причина – это сотрудник банка сказал, что необходимо говорить по-английски. Когда мы сказали ей, ну давайте поговорим, оказалось, что она сама не говорит на английском. Но она тут же нашла другую причину. Заявила, что необходимо получать доход на территории Турции. Стало понятно, что именно этот сотрудник не хочет открывать карту иностранцу. В Денисбанке у нас попросили депозит 2,5 тысячи долларов. А вот в Зирате получилось открыть мне, допустим, карту со второй попытки в одном из отделений банка. В одном мы просто получили отказ без объяснения причины, а в другой вот пришли и без лишних вопросов карта была открыта с ЭКОМЕТом, с загранпаспортом и турецким номером телефона и ЭННом. Без прописки. Карта только была неименная, с лировым счетом. Других вариантов они не дали. Сразу же на месте выдали мне карту. Мы несколько месяцев на двоих пользовались именно этой неименной картой. Ей можно платить также и с помощью телефона, предварительно активировав эту функцию в приложении. Но в ней нет ни чипа, ни пайпаса. А через несколько месяцев после переезда в другой район пошли в Зираты рядом с домом и сразу подошли к менеджеру. Попросили открыть мне карту с тремя разными валютными счетами. Все, что он потребовал, это наличие ВНЖ. Карта была открыта, больше никаких документов не потребовали. Карту сделали именуясь чипом и пайпасом. Как у всех людей. Нормально. Через 14 дней на телефон пришла смс о готовности карты. Мы ее забрали в том же самом отделении банка. В этот же день, когда забирали карту, подошли к менеджеру и попросили открыть такую же карту Вови. И там вообще тоже не возникло никаких проблем. У него тоже вообще ничего не требовали. Более того, у меня хоть и комет попросили, а у тебя вообще ничего не просили. Потому что ты в базе был уже, да? Это, скорее всего, он дал просто листочек, чтобы открыть ему в трех валютах. Иди в окошко. Имеющуюся неименную карту Вови закрыли, так как здесь почему-то в одном банке нельзя иметь сразу несколько карт, только одну. И открыли новую, с несколькими щитами, с чипом, пайпасом и указанием фамилии на карте. И Вови уже карту привез курьер прям на дом. Причем в банке сказали, что только курьеры разводят, только курьеры. А мне приходили забирать. Везде человеческий факт. В общем, карту можно как неименую, так и именую открыть. Большой разницы между ними нет. Единственное, что карта именная, она с чипом и пайпасом, то есть возможность уплатить прикосновением карты. А неименная, ну, телефоном будете платить. В общем, разницы-то вообще никакой нет. Она особо ей не нужна. Единственное, что в неименной там мы не смогли в приложении сделать валютные счета. Хотя менеджер у нас говорил, что можно. Но у нас не получилось почему-то. Депозиты у нас в Зирате вообще никакого не требовали. Так что все, что тебе нужно, это набраться терпения и походить по разным отделениям банка. Даже того же самого банка, где уже ранее ты получил отказ. Добивайся своего. Так как законам Турции не запрещено открывать счета и карты иностранным гражданам. Все зависит от настроения и личного отношения конкретного человека в должности менеджера. Есть информация, что от количества депозитов, которые сможет получить менеджер, зависит его зарплата. Но это не точно. Иногда встречаются сотрудники, которые говорят по-английски. Но в большинстве случаев только на турецком. Используя онлайн-переводчик. Так что дерзай и добивайся своего. Всем пока. Подписывайтесь на канал, не забывайте об этом. Пишите комментарии, если что-то непонятно, мы на все вопросы отвечаем. Ставьте лайки, если видео было полезным. Делитесь с ними друзьями. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!